Всем привет, друзья! Я думал, что тема с эктоморфами, мезоморфами и со всеми остальными ужасными монстрами давно исчерпана и понятно, но оказалось нет. Многие люди пишут в личку, спрашивают, что это такое эктоморф, как его отличить, как узнать, что такое мезоморф, эндоморф и так далее. И, естественно, я решил сделать по этому поводу видео. И, конечно же, начнем с самого любимого нашего эктоморфа. Эктоморф обладает небольшими по размеру суставами и практически не имеет мышц. Эктоморф – это я. Многие мне говорят, ты 10 лет занимаешься и практически не имеешь мышц. Ребят, я эктоморф. Практически невозможно их добрать вообще. Это просто годы усердных тренировок и нужно жрать просто как конь. Обычно у эктоморфов длинные точные пальцы и узкие плечи. Мне все время все говорили, что у меня пальцы пианиста. Они тоненькие такие. Это доказывает еще раз, что я эктоморф. И мы еще убедимся в этом очень много раз. Итак, как же определить эктоморфа? У эктоморфа небольшое тело. Он такой дрыщавенький, худенький, хиленький, слабенький. Вот это эктоморф. Также очень распространенное отличие у эктоморфа – это плоская грудь. Узкие плечи тоже являются одной из характеристик эктоморфа. Как я уже сказал, это тощий человек с отсутствием мышечной массы. И ему удается набор мышечной массы очень и очень катастрофически тяжело. А знаете, почему это все происходит? Потому что у него быстрый метаболизм. Метаболизм – это переваривание пищи. То есть пища быстро переваривается и, естественно, усваивается. Это реально очень серьезная проблема – быть эктоморфом. Потому что ты кушаешь, 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 а твой организм с помощью метаболизма быстрого сжигает просто все калории, которые ты наел, очень и очень быстро. И именно по этой причине ему необходимо огромнейшее количество калорий, чтобы нарастить мышечную массу. Естественно, такое удовольствие будет стоить немаленьких денег, потому что хорошая калорийная еда стоит немало денег. Уж поверьте на слова. И если вы эктоморфы, решили заняться бодибилдингом, то будьте готовы потратиться. Что касается тренировок для эктоморфа, то они должны быть небольшие, где-то 40-45 минут. И в основном они должны быть направлены на большие крупные группы мышц, как спина, ноги, грудь, вот такие. Потому что когда вы качаете большие группы мышц, то у вас набирается масса. Это то, что, естественно, нужно эктоморфу. И, конечно же, эктоморфу нет никакого абсолютно смысла бомбить каждый день пресс. Во-первых, потому что это очень энергозатратная вещь. Будут калории сжечься очень быстро, которые они и так быстро жгутся, они еще быстрее будут сжечься. И никакой массы просто вам не видать. Поэтому пресс качаете очень и очень редко, максимально редко. Я уже года три не качаю его, и слава богу, он у меня в порядке. Ну а чтобы нарастить эктоморфу мышечную массу, естественно, рекомендуются спортивные добавки. Гейнеры в основном, да, потому что это углеводы, которые помогают нарастить массу. Ну и, естественно, протеин. Это белок, который помогает строить ваши мышцы. Потому что это практически невозможное занятие просто 3200 калорий съедать в день для эктоморфа. Это жесть, это жесть, просто жесть. Либо вам это надоест, либо вы просто устанете есть целый день. Эктоморфу также обязательно, обязательно нужно есть перед сном, чтобы предотвратить действие катаполизма во время сна. Эктоморф не имеет трудности со сбросом лишнего веса, поэтому впоследствии его мышцы будут сухие, рельефные. И это происходит вследствие того, что они не прикрыты жировой прослойкой, да. То есть, если у него есть бицепс, то он будет красивый, рельефный и не прикрытый никаким жиром. И это выглядит, естественно, эстетично. Если вы эктоморф, то старайтесь максимально исключить кардиоупражнения в своих тренировках. Ну что же, подведем итоги. Во-первых, эктоморфу нужно очень много кушать калорий, очень много. Во-вторых, мало тренироваться, где-то 40-45 минут за тренировку. В-третьих, кушать перед сном во избежание катаполизма. И четвертое, это что? Это хорошо спать, естественно. Не менее 8 часов в сутки. Друзья, для того, чтобы увидеть обзор мезоморфа и эндоморфа, подписывайтесь на канал, поставьте лайк этому видео. Так я пойму, что вам эти видео нравятся. И мы увидимся в следующем выпуске. Пока!